На старт, внимание, марш и впереди много километров. Кто-то из спортсменов бежит 10, кто-то способен преодолеть полумарафон, почти 22 километра. Ну а самые выносливые бегут всю марафонскую дистанцию. Таких стойких участников порядка 40. Среди них есть и совсем юные спортсмены и бегуны со стажем. Участников в этом году более 100 человек. Прошлый год было 94, предыдущий год было порядка 60. То есть количество участников растет. Приехали представители из Архангельска, Северодвинска, Твери, Ярославля, Санкт-Петербурга, Москвы. Областной чемпионат проходит во второй раз, а вот Череповецкий марафон гораздо старше. Первый забег состоялся в 1979 году. Команда марафонцев Вологодской области на протяжении многих лет считалась сильнейшей в Советском Союзе. Сегодня Череповецкий марафон занимает 44 место в российском рейтинге из 79. Однако популярность марафонского забега с каждым годом растет. На трассу выходят целыми семьями. Так семья Авериных из Череповца к марафону готовилась заранее. Каждый день 4 километра по окружной в Зашекснинском районе. Улицы Ленинградская, Раахи, дистанцию Аверины вымеряли специально. Мама Надежды и младший сын Миша на соревнованиях освоили по 10 километров. А вот старшая дочь убежала дальше. Я похуже, чем в прошлом году, но впрочем довольна. Я тоже очень довольна вообще. Добежал второй раз в жизни, да? Еще участвовал в прошлом году в Королеве, участвовал, Миша, в десятке тоже. Там второй. Преодолеть такие дистанции трудно всем, и детям, и взрослым. Там главное терпеть и просто бежать. Пока стараемся. Стараются действительно все, особенно это чувствуется в командном забеге. Этот популярный в Европе вид марафона состоялся на Вологодщине впервые. А это значит, что марафонский забег только набирает обороты, и на старт будут выходить все новые и новые спортсмены. Продолжение следует...